МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завернуть в фольгу или термопакет, который держит холод до 5 часов, а дальше сделать полноценное второе с пюрешкой из стакана или лапшой. Если не приправлять ее ядреными специями из пакетиков, чтобы после нее не хотелось пить, а кишечник не говорил чу-чу. Сухарики, которые производственные, именно соленые орехи не стоит брать, и какую-то соленую рыбу. Пиццу, горячие бутерброды, без заправок, конечно, майонезных, лучше употребить в течение 5-7 часов, пока вы в дороге, но не оставлять уже на следующий день. Если яйца сварить вкрутую, они будут меньше пахнуть и сохраняться вдали от холодильника до двух дней. Плавленый или твердый сыр в упаковке стойко вынесут сутки в поезде. Хотите подкрепиться сразу после посадки, сделайте сэндвич заранее. Если вспомнить историю, для того их и изобрел страстный кортежный граф, чтобы не пачкать руки и не отвлекаться от дел. Вместо хлеба может быть лаваш, фитнес-хлебцы или, например, бездрожжевой черный. Завернуть его лучше в пергамент, а не в полиэтилен. Не рекомендую брать с собой абсолютно никакую молочную продукцию, ни кисломолочную, ни молоко, ни сливки, ничего с собой брать нельзя. Но если уж совсем хочется взять какое-то молоко, его не можете, да, в мягком пакете можно взять сгущенное молоко. Кстати, о здоровом завтраке или ужине. Овсянку или даже гречку можно заварить за 20 минут. Удобно это делать в термосе. Пить лучше не травяной чай, кофе, минералку или сладкий сок, а простую воду и черный чай с лимоном. Еще хорошими попутчиками станут фрукты с твердой кожурой, упругие помидорки, огурцы, редиска и морковь, вареная кукуруза, картошка в мундире и зелень. Мы берем с собой авокадо. Сейчас оно везде доступно. Его можно провозить с собой 3-4 дня. То есть это такой долгоиграющий продукт. Оно с собой заменяет масло. Жир нам тоже необходимо. Оно дает на долгое время сытость, не перегружает желудок. И, в общем-то, хорошо переваривается. К чаю берем не тающие шоколады сласти со скоропорчащейся начинкой, а орехи и сухофрукты, злаковые батончики, пряники, печенье, вафли и зефир. А вообще, если впереди дальняя дорога, стоит доверять еде из вагона ресторана. Во всяком случае, это куда безопаснее и приятнее, чем пирожки и прочие сомнительные угощения от бабушек на станциях следования.